Привет! Меня зовут Вероника Крюкова. Я создаю картины, которые оказывают успокаивающее влияние на людей. Это главная идея моего творчества, но об этом я могу рассказать позже. Мне неоднократно поступали запросы и вопросы о том, как я рисую. Мне попросили создать уроки, чтобы я подробно рассказала от и до, что я использую и как я это использую. Я думала создать одно видео, в принципе, материала у меня не так много, но, как оказалось, я недооценила объем, поэтому видео будет 4. Мне не жалко поделиться этим с вами. В принципе, если много-много раз посмотреть все мои видео на ютубе, то можно и так понять, что и как я делаю. Суть не столько в технике, а сколько способностью и умение вдыхать душу свои произведения, но это уже другая очень большая тема. О ней потом как-нибудь поболтаю. Хочу сказать, что к этой технике я пришла сама, я просто наблюдала за несколькими художниками, от каждого взяла покрупиться, а потом я начала экспериментировать, потому что мне было очень интересно, что же может получиться. Сегодня мы поговорим о материалах, а именно о красках, кистях и медиумах. Хотела бы сразу отметить, что исходное качество, то есть качество сырья определяет качество получаемого продукта и так в любой сфере. Итак, начнем. Я использую только акриловые чернила Амстердам фирмы Royal Talents. Таким образом они выглядят. Изначально я хотела использовать Хайтфлоу от Голден, но меня не устраивала цена. Дело в том, что Голден среди других производителей акриловых красок на российском рынке, это самый дорогой производитель. Хотя справедливо заметить, что объем баночки Амстердам, которую я вам показала, всего лишь 30 миллилитров, а краски Голден представлены у нас в объеме 119 миллилитров. И если пересчитать стоимость на 1 миллилитр, то Голден все же выходит выгоднее. Если представить, что вы хотите сразу взять, скажем, 20 цветов, то за Амстердам Royal Talents вы заплатите около 13 тысяч рублей, а вот за Голден вы уже заплатите 40 тысяч рублей. Решайте сейчас сами, как вам удобнее. То есть вы хотите купить сейчас в условиях ограниченного бюджета побыстрее или вы готовы потратить большую сумму, но с учетом того, что эта краска прослушат вам дольше и в принципе в пересчете это выгодно. Кстати, чернила безвозвратно густеют при отрицательной температуре, так что будьте внимательны, ни в коем случае не держите их в минус. В качестве медиума я использую только воду. Это и дает ту самую текучесть, которую я так люблю наблюдать. Единственное правило, она должна быть чистой и комнатной температуры. Третье это кисти. Я использую качественные синтетические кисти. Кстати, фирма Невская палитра, кто из России. Две круглые для прорисовки мелких деталей и две флейтс. Я их использую для создания плавных переходов. Наверное, попозже я куплю еще одну флейтс побольше, потому что я хочу увеличить масштаб своих холстов. Я вообще люблю, когда много воздуха и много пространства. Если вам интересна моя техника, то вы можете смотреть любые уроки по рисованию акварелью. Принципы все те же. Сегодня мы поговорили о медиумах, красках и кистях. В следующий раз мы будем разговаривать о поверхностях, то есть на чем я рисую. Если это видео оказалось для вас полезным, дайте мне знать. Жмите палец вверх. И также оставляйте свои комментарии, я с удовольствием почитаю. Может быть, у вас есть какие-то вопросы. Ну, до следующего видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok